Приветствую! Кабинет министров Украины опубликовал на своем сайте постановление 1044. Данным постановлением вносятся изменения в правила пересечения государственной границы и в том числе правила выезда с тестем либо с тещей, то есть с родителями своей жены. Да, и обратите внимание все-таки на последнюю фразу – с родителями своей жены. Потому что если тесть или теща является там усыновителем, либо отчимом жены, то это уже не является основанием для выезда. Только тесть либо теща должны быть родителями жены. Какие изменения? К сожалению, изменения не очень хорошие. Выезд теперь с тестем либо тещей несколько затруднен. И сейчас мы разберемся, в чем же произошли вот эти самые усложнения. Как мы помним, для того, чтобы выехать мужчине во время военного положения из Украины с тестем либо с тещей, они, соответственно, должны иметь первую либо вторую группу инвалидности. Далее, у вас должны быть документы, подтверждающие, что тесть или теща имеют инвалидность. То есть это должна быть справка МСЭК, либо удостоверение лица с инвалидностью, либо пенсионное удостоверение, либо какие-то другие документы. Также, кроме этих документов, нужно было свидетельство о браке и свидетельство о рождении вашей супруги. И, таким образом, если вы поехали вместе, вы успешно выезжали. Теперь этих документов недостаточно. Теперь правила пересечения границы требуют предоставить еще один документ. Этот документ должен подтверждать что-либо из следующего. Первое. Факт совместного проживания с тестем либо с тещей. И второе. Факт осуществления постоянного ухода. Один из этих документов. То ли, либо документ, подтверждающий совместное проживание, либо документ, подтверждающий, что вы осуществляете постоянный уход. Какие это могут быть документы? Но, когда мы говорим о документах, подтверждающих совместное проживание, мы говорим о документах, в которых указан адрес регистрации места проживания вашего. То есть, это паспорт, либо, соответственно, там, выписка из реестра, да, которая шла у нас к ID-карте. Главное, чтобы у вас было одинаковое место проживания. Одинаковое зарегистрированное место проживания. То есть, то, что мы раньше называли пропиской. Вот она должна быть одинаковая. Если этого нет, то, соответственно, вам нужно либо менять место проживания, либо же можно предоставить другой документ. Документ, подтверждающий, что вы осуществляете уход, соответственно, за одним из родителей вашей супруги. Какие это могут быть документы? Это могут быть два документа. Либо же справка, известная нам уже справка о получении компенсации за осуществление ухода, либо же акт установления факта осуществления ухода. Если мы, говоря о справке, всегда говорили о том, что там имеет значение заработок, то, когда мы говорим о акте установления факта осуществления ухода, здесь речь о заработке не идет, здесь подтверждается непосредственно сам факт. И где же можно получить этот акт? Чтобы получить этот акт, нужно обратиться либо в районную госадминистрацию, либо в исполнительный комитет сельской, поселковой, либо же городской рады. И в соответствии с правилами пересечения госграницы, они должны вам выдать этот акт в течение пяти дней. Акт выдается в произвольной форме. То есть какой-то формы, утвержденной законом, просто на сегодняшний день нет. Но, друзья, не все так плохо, появились и некие улучшения. Теперь поговорим о хорошем. Как мы знаем, выехать можно было только лишь сопровождая инвалида. На сегодняшний день это правило изменено. И теперь выехать можно даже в том случае, если лицо, у которого есть инвалидность, уже находится за границей. То есть если ваш текст либо теща уже пребывают за границей, то вы можете выехать к ним, предоставив те документы, о которых говорилось выше. При этом документы можно предоставлять как в оригиналах, так и в нотариально заверенных копиях. Теперь это прямо предусмотрено правилами номер 57. Но, к сожалению, нужен еще один документ. И этим документом является справка о постановке на консульский учет. То есть для того, чтобы вам выехать к родителям жены, вы должны на границе подтвердить, что они там уже находятся на консульском учете. И этот консульский учет нужно подтвердить соответствующей справкой. Как стать на консульский учет, я здесь не буду рассказывать. Но в описании к этому видео есть ссылочка на консульство Украины в Польше. И там как раз раздел, посвященный тому, как стать на консульский учет. И, соответственно, для нетерпеливых вот эта ссылочка. Вы можете воспользоваться и уже, соответственно, действовать по той инструкции, которая там есть и стать на консульский учет. Если же вы находитесь не в Польше, то вы можете найти посольство либо консульство Украины в той стране, в которой пребывает сейчас человек с инвалидностью. И, соответственно, по инструкции, которая там есть, стать на консульский учет. Дальше вы должны будете выслать сюда в Украину данную справку и все, можно будет выезжать. Также хорошая новость для тех, кому есть необходимость пересекать границу неоднократно. Мы знаем, что по действующей редакции правил выезд с инвалидом возможен только один раз. И, соответственно, если вы выехали, то заехав обратно в Украину, вы уже не можете выехать. Вот эта постанова 10.44, она изменила это правило, она его упразднила и, соответственно, теперь можно будет пересекать границу неограниченное количество раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова